Сегодня ко мне приходили представители школы 6 и попросили рассказать о том, что кушали наши предки. Они использовали за основание мою статью 2001 года, которая была опубликована в газете «Знамя труда». И вот, пользуясь случаем, я немножечко-немножечко расскажу о питании наших предков. Картошка, которая в нашем рационе, наверное, главный овощ, вот сегодня появилась, очевидно, с воцарением Петра. Насаждали ее селком, царскими указами и так далее и тому подобное. Использовали, естественно, ее как пудру, как цветы, дарили соцветия. Народ бунтовал против картошки. Потом же она заняла свое полагающееся место и из нее даже потом намострячились делать спиртное. У нас было много винокуренных заводов. Три-четыре постоянно в Довском уезде были. В Кижово, там, Гавриловском, на Вейновод. Они существовали еще во второй половине XIX века. Централизованное спиртное, конечно, в провинцию завозили. Существовали специальные акцизы на его продажу. А здесь, значит, шла акцизная торговля и, значит, левая торговля безакцизная. Распространяли спиртное вокруг каждого винокуренного завода. Конечно, делали и зерновые вина. Водки не было такого названия. Вино называлось. Вино в градусах 35. Подобие водки. Интересно. У меня на эту тему есть винокуренный завод князей Дондукова Корсакова. Большое исследование. Что еще? Надо упомянуть, что дичь была в рационе наших жителей. Но больше, наверное, все же дичью промышляли помещики. Такой помещик Дружинин наш, живший в Марьинском, известный писатель, переводчик, литератор, корреспондент, фельетонист. Вот он писал, что мэйер, его друг, проживавший в Гверезно, вот он на охоте за один раз убил 27 зайцев. Заяц весил от 3 до 8 килограмм серяк. То есть мэйер за одну охоту принес 100 килограмм мяса в дом. Сам он, конечно, это съесть не мог. Что-то помещалось в ледник, что-то раздавалось соседям. Видите, подарков посылали там. Вот я тебе шлю зайчика. То есть у крестьян, конечно, оружия не было. У Дружининых в семействе был специальный человек-охотник, который зимой в Питере ничего не делал. А с приездом в имение, значит, он начинал такой свой лесной промысел. Он ягоды, грибы собирал, когда их уже не найти было. И доставлял всё это к столу. Рыбу, дичь. Был такой человек. Твой стол был очень и очень многообразный. Сам Дружинин в лес не ходил. Но ходили его друзья Тургенев и Некрасов. Они к нему в 54-м году как раз с целью охоты и приезжали. Мне вовсе еще рассказывала одна бабушка рождения, я не знаю какого года, 905-го, что ли, что её родитель был тоже охотником. То есть кое-где в советское время уже охотничий промысел был. Применительно рыбы, конкретно на наших реках. Источники 17-го века откровенно говорят, что Кушельское и Рыжиково озера изобиловали рыбы. Что об этом говорит? Что вот они, землевладельцы, крестьяне, делили эти озера, даже реку делили между собой. Левый берег, правый берег. То есть там рыбы было в достатке. Чего не скажешь о сегодняшнем дне. Значит, жительница Поткина, Басова такая, Ирина Михайловна, вот говорила, что они ловили рыбу вазами в плюсе и в нарву возили, торговали. Местное потребление было маленьким, вот, поскольку местные деревеньки были очень малочисленные и бедные. Вот, и земли были в районе Сланцев, Поткина в частности, бедные, своего урожая едва хватало до Рождества. А дальше дарами леса питались, сырьки питались, ходили в отход куда-то на заработки. Вот такое дело. Местные крестьяне, кстати, промышляли добычей извести. Вот это какую-то копейку давало. Рыба в нашем рационе очень существенная была, ее было много. На Долгом озере до 50-х годов 20-го века существовала пара рыбопромысловых артерий. Вот наловят мужики рыбы, продадут, выпьют, а что-то забирал этот Осминский Урс. По столовым местным развозили, где в колхозах были. Сниток в Долгом озере водился, такой зубатенький. И вот он нерестился один раз в году на отмире, который называлось Сусмин. Эта Сусмин располагалась возле Зайчьего острова, который в народе называется Остров любви. На старых гравюрах Долгого озера 63-го года изображен парусник. Значит, на парусной лодке там кто-то ходил. Был водочный, естественно, промышленный на Долгом озере. На Чудском рыбу, конечно, немерено ловили. Было порядка 200 рыбопромысловых заводов, рыбосушильных. И было строго, правила соблюдали слово, когда рыба идет нереститься, вот, значит, все заводы закрывались на замок. Ходил урядник и смотрел, закрыт ли завод или нет. Курицами ловили рыбы столько было, что она в ручеки шла нереститься. Вот визище, я там, рассказывали, курицу ставят туда, набивается рыба. Я видел в завасте такие вещи, курицы, вот. А в 16-17 веке вся народа была уставлена десятками сеж. Сежи – это козлообразные такие сооружения. Вот они на четверть-третьи, там наполовину сооружались между... По ним доски славились и, значит, сети. Дело в том, что лосось идет после нереста уже такой усталый, вот он лох тогда назывался. Вот идет, в эти сети попадает. И в этот момент ловили вот этого лосося. И угря ловили. Рыба угря – экспортная составляющая уси, деликатесная рыба. Сейчас сложно ее найти в нашей норове. Тем не менее, я лет 15 назад слышал, кто в Степановщине десяток угрей кто-то поймал. Вот. Как там ловят? Вопрос второй. Угар еще выползает на берег. Вот. В свое время Крингонская мануфактура делала в Нарве так называемые лососевые лестницы. Лосось прыгает вот через водопад, а, мол, через эту лестницу, через эти самые такие вот прудики прыгают, прыгают, прыгают. Водяные такие вот емкости делали, и вот он прыгал, прыгал, и наверх, чтобы было. У нас деревня Лососкина была, в Луге тоже лосось был, значит, лосось доходил вот до этой деревни в верховье какого-то ручейка. Вот такое дело вот. Вот. Даже прозвище известно, я забыл в какой деревне, Сниток. Дело в чем? Дед чей-то там наловил Снитка в барских заводях надолго, и барин, значит, сыпал ему горячего под хвост. Вот так было. Вот. Ну, чем еще питались? Известно такое блюдо, как бигас. Тушеная капуста с тушеным мясом. Ну, это такое простое блюдо, которое сейчас многие хозяйки готовят. Конечно, готовили постную пищу, посты, которые питались. Вот. Грибы собирали, ягоды. Сахара раньше не было, значит, ягоды замачивали. Вход и шла клюква, значит, брусника. Вот. А уже малина там и смородина. Фу, и эта самая земляника храниться не могли. Их ели сырыми. Вот. Дворяне, конечно, варенье делали. У них была возможность сахар купить. Потом, значит, была тенденция разведения садов. И это было новшество, яблочные сады. Яблок много потреблял Питер. Вот их вазами возили. Барин направит в ВОЗ, крестьянина отпустит. И потом тот приезжает, денежки привозит на рынке, продаст. Ну и, значит, новости рассказывает. Ну а сами дворяне приезжали на лето в свои загородные дома, в усадьбы свои. Делали тут заготовки. Картошку, капусту, морковку, все там, брюху, репу. И везли в Санкт-Петербург. Там в каждом доме подвалы, хранилища, ледники были. Нередко дома были с подсобными территориями. Вот так Русь питалась до революции. Конечно, проблема земли к 1917 году стала. Крестьяне, значит, многие обезземелились, обнищались. И вот это стало причиной нашей революции. В деревне народился новый класс кулаки, которые грабили своих односельчан. Вот. Дворяне, значит, отошли как бы на второй план. А вот кулаки деревню-то и задавили. Вот. Начался 1917 год. И он характеризовался его голодом, холодом, войной. Каждый воевал с каждым. Сват на брата, сын на отца, отец на сына, ну и так далее. Продолжение следует...